Всем привет! С вами Юлия Кондратенок, а значит вы на канале Процветок, где мы вместе растим свой сад здоровым и урожайным. И сегодня мы с вами поговорим о том, как спасти нашу сливу от плодожорки и от плодовой гнили. Но для начала вам следует запомнить, что эти две проблемы ходят рука об руку. Исправившись с одной, вы можете справиться и с другой проблемой. А именно, плодовая гниль идет в первую очередь по поврежденным плодам и в первую очередь поврежденных плодожоркой. Нужно сказать, что бабочка плодожорки уже полетела. То есть нам пора как можно раньше выходить в сад с самыми разными средствами защиты. А именно, в первую очередь это различные ловушки. Липкие ловушки с феромонами, которые можно приобрести в интернете, привлекают бабочек плодожорки. Они к ней прилипают и не успевают вам повредить. Конечно, можно повесить и баночки с вареньем. Плодожорка ее очень любит. Она туда падает, в раствор варенья, в водичке и тонет. Но это не может спасти полностью наши сливовые деревья от этой напасти. Сливовой плодожорки очень и очень много. И здесь нам придет на помощь такой отличный биопрепарат, как лепидоцит. Лепидоцит разработан именно для борьбы с плодожоркой, яблоной либо сливовой. И действует только на нее, только на ее бабочек. Но следует помнить, что это биопрепарат. А значит, применять его нужно при температуре 18-20 градусов раз. И применять его нужно часто, каждые 5-7 дней. Но в таком случае ваши сливы будут экологически чистыми. Если же в саду настоящее засилье плодожорки, и вы боитесь, что лепидоцит с этим не справится, либо у вас просто нет возможности каждую неделю обрабатывать деревья, то обратите внимание на серьезную химию. Например, шарпей. Обработка шарпеем, акторой, децисом, любым другим разрешенным инсектицидом в фазу формирования плодов, а для поздних сортов сливы понадобится целых 2 обработки, позволяет практически свести к минимуму поражение слив этим вредителям. И как только вы разобрались с плодожоркой, распространенность плодовой гнили резко уменьшается. Но чтобы закрепить свой успех в борьбе с плодовой гнилью, следует помнить два очень важных агротехнических приема. Первое. Это полив. Отмечено, что те растения, которым не хватает полива, они потом очень сильно страдают и от вредителей, и от болезней. А еще, если после засухи пройдут обильные дожди, то кожица на плодах начинает трескаться. А это открытые ворота для гнили, и они опять у нас гниют, наши любимые сливы. Поэтому, если стоит засушливая погода, а на носу налив и созревание урожая, хорошенько поливаем наши деревья. Что значит хорошенько? Это значит, чтобы промочить почвенный слой на глубину 20-25 сантиметров. Только тогда дерево реально напитается водой, и ему не страшны будут ливни, которые могут начаться именно вперед созревания. И второй игротехнический прием – это внекорневые подкормки препаратами кальция. Кальций нужен растениям не только для здоровья, но и для того, чтобы кожица на наших плодах была прочная. Такая кожица, кстати, хуже повреждается и плодожоркой, и плодовой гнилью. Поэтому обязательно проведите уже сейчас одну-две, а для поздних сортов сливы даже три обработки – 0,3% концентрации раствором кальциевой селитры. Либо комплимент кальций. Следует, кстати, помнить, что препараты кальция не смешиваются ни с какими другими препаратами. Ни с фунгицидами, ни с инсектицидами. Они всегда должны обноситься отдельно. В таком случае вы сохраните свои сливы здоровыми и, поверьте, еще зимой долго будете вспоминать лето, деревья, свой сад, открывая баночку вкусного, ароматного сливого компота. Ухаживайте за своим садом, не откладывайте на потом защитные мероприятия. Действуйте уже сейчас для того, чтобы ваш сад был процветающим и долговечным. С вами была Юлия Кондратенок и канал Процветок. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!